Личная встреча Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке состоялась, несмотря на то, что оба диктатора чрезмерно озабочены собственной безопасностью и боятся покидать свои страны. Но эти переговоры для обоих были настолько важными, что ИН таки решился приехать в Россию. Северная Корея ищет экономическую поддержку, топливо, продовольствие, источники денег – всё, что может помочь удержать режим на плаву. И Россия, похоже, готова предоставить это, даже нарушив санкции ООН. Визит северокорейского лидера в Россию длился шесть дней. 12 сентября он прибыл на своём спецпоезде в Приморский край. На следующий день состоялась его встреча с Путиным на космодроме Восточной Вамурской области. По её итогам, Путин заявил, есть перспективы военно-технического сотрудничества с КНДР, а также назвал начальные дискуссии, которые продолжались более пяти часов, очень продуктивными, включая откровенный обмен мнениями как по региональным вопросам, так и по двусторонним отношениям. Ину в ходе визита показали заводы по производству боевой и гражданской авиационной техники, познакомили с возможностями Тихоокеанского флота. Также он посетил образовательные и научные учреждения. «Для Путина очевидной проблемой, с которой он сталкивается, является очень прямая обеспокоенность по поводу нехватки боеприпасов на поле боя. И в лице Кима он видит партнёра, у которого есть такие же запасы, которые необходимы России». Ким Чен Ыну показали российские военные самолёты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ, а также ракетный комплекс «Кинжал» на истребителе МиГ-31. На фрегате Тихоокеанского флота маршал Шапошников северокорейский лидер осмотрел комплексы крылатых ракет «Калибр», которые Россия наравне с ракетами «Кинжал» использует для ударов по Украине. На Западе предполагают, что КНДР, скорее всего, будет поставлять России артснаряды в обмен на получение от неё передовых вооружений или технологий. «Что касается нашей реакции на это, то мы будем очень внимательно следить за итогами этой встречи. Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН. И мы, конечно, безусловно, соблюдаем наши санкции против организаций, которые финансируют военные усилия России». Переговоры между КНДР и Россией были проявлением несостоятельности России, такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, реакция Украины на встречу Путина и Ким Чен Ына не заставит себя ждать. А представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США очень внимательно наблюдают за встречей между Россией и Северной Кореей и предупреждает, что КНДР столкнётся с последствиями за помощь Владимиру Путину. «Ещё неизвестно, чего хочет от этого каждая из сторон. Это не две страны, которые хорошо сотрудничают друг с другом. И на самом деле у них не так уж много доверия друг другу. Так что нам придётся посмотреть. Но, конечно, любая договорённость, которая улучшит военный потенциал Северной Кореи, вызывает у нас серьёзную озабоченность». Во время переговоров лидер КНДР пригласил президента России в Северную Корею. И Путин принял приглашение. Об этом сообщили государственные СМИ Пхеньяна. По их информации, Ким Чен Ын заявил, что встреча с Путиным вывела их двустороннее сотрудничество на новый уровень. И теперь они будут развивать стабильные, ориентированные на будущее отношения в течение следующих 100 лет. Однако за время шестидневного визита северокорейского лидера в Россию о подписании двухсторонних документов публично не сообщалось. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала Freedom.